МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка. И вечное бесплатное обслуживание. Всем привет! С вами Александр Усольцев. И сегодня мы прогуляемся по наряженной, заснеженной, новогодней Москве. Тем более нам и с погодами везет в этом году. И нарядили Москву по-прежнему знатно. Ну а, как говорится, начинается земля, как известно, от Кремля. Поэтому, пройдясь чуть-чуть по зарядью, посмотрев на виды спарящего моста, мы направляемся сразу же на Красную площадь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а на Красной площади у нас, как и в прошлые годы, ГУМ устраивает ярмарку. А здесь карусели, здесь какие-то ларьки, которые будут продавать различную снедь, глинтвейн и прочие бублики, сувениры. В общем, все новогодние праздники здесь будет большое гуляние. Ну и все, конечно, до полуночи, а то и позже здесь светится и сияет. Ну и, конечно, отдельной достопримечательностью новогодней у нас является ГУМ, который и в этом году украсили в стиле кжели. Ну, помимо того, что там главная елка в стиле кжели, и различные санки, звезды, на первой линии поставили дизайнерские елки. То есть множество магазинов, которые представлены в ГУМе, каждый традиционно выставляет свою елку. Мы двигаемся дальше на Никольскую, которая, как всегда, прекрасна в любое время года, но зимой украшается дополнительно. Никольская в целом прекрасная улица и летом, и зимой. Летом здесь среди этих огней висят бабочки. Ну, а сейчас сделали импровизированных снеговиков. И что самое интересное, сейчас знамело столько снега, что здесь огромные кучи посреди улицы собраны, и можно в буквальном смысле вскарабкаться и дотянуться до звезд. Ну, а в Буникольской мы двигаемся дальше, в сторону Лубянки. Ну, а где у нас стоит самая большая ель все последние годы? Не на Красной площади, не в Кремле. Самая большая елка у нас стоит на Лубянке. Причем это парадоксальная елка. Она, как по известной загадке, висит груша, нельзя скушать. Но только точнее здесь как? Стоит елка, подойти к ней официально нельзя, потому что на эту площадь не существует официального перехода. Чтобы сюда перейти, нужно выйти из подземного перехода у Политехнического музея и аккуратно, бочком, пройти вдоль заборчика по хорошо протопленной тропинке, благо здесь уже успели за несколько дней натоптать очень уверенных дорожек. И вот эта ель, она рекламная, да, и при этом она с большой такой пеленой световой распространяется на всю площадь. Здесь прекрасные снеговички, здесь вокруг по площади стоят те же самые световые деревья, только уже желтые. Здесь театральные маски, здесь шары, внутри которых все будут фотографироваться, все новогодние праздники, огромные толпы здесь будут. Ну, в общем-то, у нас Лубянка одно из самых красивых мест новогодней Москвы. Ну, а после Лубянки рекомендую направиться мимо и гостиницы Националь, может быть, зайдя ненадолго в центральный детский магазин, пойти в сторону Большого театра, потому что там одна из тоже самых красивых площадок нынешней Москвы. Ну, а перед ЦУМом, традиционно украшенным красными светящимися бантами, сделали световой тоннель, где тоже приятно прогуляться, сделать фотографии. И вот здесь сразу же предвижу несколько комментариев, которые мне из года в год пишут, независимо от текущей ситуации, независимо от того, что происходит в мире. Ну, вот в Москве зажрались, что вот в Москве, что делают, и вообще это пир во время чумы. Так мне писали и в прошлом году, и в позапрошлом, и в позапозапрошлом. Но Москва такой город, который в России, наверное, больше всех зарабатывает на туризме. Ну, то есть больше, чем многие города России вместе взятые. И для Москвы это важный момент. Даже я могу конкретно сказать, по итогам работы с экскурсиями в новогодние дни, сколько потом налогов я заплатил, и сколько я конкретно заплатил за вот эти украшения. И надо сказать, что туристы приезжают каждый год все больше и больше. Ну, а другой момент заключается в том, что особенно в этом году, да даже и в прошлом году, ничего нового принципиально не соорудили. Все, что вы видели до этого, и все, что вы увидите дальше, это все старые конструкции, которые просто достали из складов. Ну, вот бюджет примерно такой, как у вас каждый год, когда вы достаете с антресолей шарики и, может быть, даже искусственную елку, и каждый раз, мол, ужас, что тратите огромную сумму денег на украшение квартиры. Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и вечное бесплатное обслуживание. Ну, а по поводу света. Дело в том, что в Москве очень много потребляют электроэнергии, но днем, а ночью этой электроэнергии в Москве, наоборот, избыток. И поэтому у нас не только все новогодние подсветки вот настолько активно работают, но и, в принципе, как вы могли заметить, на многих зданиях в Москве есть архитектурная подсветка, потому что она фактически просто компенсирует этот избыток электроэнергии, который куда-то надо ночью девать в Москве. Ну, а давайте уже к Большому театру доведем. У Большого театра все, как обычно, изящно, ажурно и с какими-то шарами, арками, с веерами, масками. В общем, очень рекомендую пройтите сквозь шар здесь и просто прийти к Большому театру, посмотреть на музыкальный торт, дальше пойти в сторону Кузнецкого моста и Камергерского переулка. Ну, а я напомню, что карта всего этого маршрута у нас есть в описании, так что пользуйтесь в свое удовольствие. Ну, а на Кузнецком мосту у нас световая конструкция, напоминающая нам Большой театр и вообще здесь продолжается театральная тема. Но ЦУМ здесь поставил целую рощу елок, которые сейчас очень красиво занесены снегом и, видимо, там что-то тоже будет, когда снег расчистят. Но стоит пойти дальше в Камергерский, прогулявшись, может быть, здесь, обратив внимание, например, тоже на рекламную елку с самолетиками, чего не было в прошлом году. Ну, а по идеально вычищенному Камергерскому, мимо прогуливающегося по нему Прокофьева и памятнику Станиславского Немировича Данченко, мы выходим на Тверскую к большим световым конструкциям, которые здесь традиционно ставят на выходе с Камергерского. Здесь, в газетном переулке, все те же самые итальянские конструкции, которые были закуплены много лет назад, но по-прежнему поражают и украшают здесь всю Тверскую. Ну и, конечно, помимо итальянских арок, здесь еще французские фужеры. То есть, почему я их называю итальянскими арками? Потому что это студио Фести, ну или Фести Групп, у которых были закуплены эти арки еще давным-давно, и французские световые конструкции, которые, например, украшают Елисейские поля. Производство Блашер и Луминасьон. Тоже много лет назад были закуплены и уже каждый год используются, просто достают их со складов. Причем дальше по Тверской стоит подняться, конечно же, ну для начала к зданию мэрии на Тверской площади, которую всегда тоже прекрасно украшают. Ну а перед мэрией у нас снова прежняя, как и в прошлом году, световая конструкция, елочки поставили, и, конечно же, будет большая ярмарка. Но напомню, что в этом году понятно, что больших мероприятий, посвященных Новому году, не будет, и не будет салютов в парках. Но все световые конструкции будут стоять еще долго, и обычно они стоят вообще вплоть до весны. Ну а на Пушкинской площади у нас пир света, потому что вокруг фонтанов поставили яркие световые конструкции с двух сторон. От Пушкина стоят, от памятника Пушкина стоят борота. С противоположной стороны стоит большая световая конструкция. В общем, через Пушкинскую будете даже проезжать, сразу это все заметите. Конечно, можно на самом деле либо начинать отсюда прогулку, либо заканчивать ее здесь по центру. Карта, я напоминаю, в описании. Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и вечное бесплатное обслуживание. Ну и вот под самый конец мы дошли с вами до светового тоннеля на Тверском бульваре. И вот здесь скоро уже будут толпы, здесь будет, наверное, днем вообще не протолкнуться. Но пока вечерами здесь никого, пользуйтесь. Фото, селфи здесь традиционное сделать просто обязательно на Новый год. А что можно сказать в конце? Ну, во-первых, если вы гуляли по новогодней Москве в прошлом году, ничего радикально нового вы не увидите. Ну, может быть, парочку новых рекламных елок. Ну что ж, вступите в Новый год с хорошим настроением, с наступающим. С вами был Александр Усульцев. Ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал. И всем пока и до новых встреч в новом 2023 году. Субтитры сделал DimaTorzok